Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания Святого апостола Павла Коринфяна, глава 4, первые шесть стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие и, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы обращаем свой взор вновь на второе послание святого апостола Павла Коринфина. И в сегодняшнем отрывке вскрывается одна из тех проблем, о которых апостол Павел пишет от послания к посланию. Так или иначе, как говорят исследователи, ученые, такое слово имплицитно. То есть периодически в тексте мы встречаемся даже в книге «Деяний святых апостолов», в самих посланиях апостола Павла к Галата мы встречаемся с тем фактом, что у апостола Павла было много противников. Противников как вне церкви, то есть внешних людей, иудеи, язычники, которые по определенным политическим, экономическим причинам, что называется, вставляли палки в колеса проповеди апостола Павла. Помимо вот этих внешних препятствий, внешних скорбей, были скорби внутренние, когда некоторые лжеапостолы, или, как апостол Павел называет их, лже-братья, стремились исказить слова апостола Павла, стремились низложить и пошатнуть его авторитет в тех общинах, которых он проповедовал. И вот сегодняшний отрывок, он как раз-таки об одном из таких вот конфликтов. Ведь апостола Павла обвиняли они, вот эти лже-братья, в различных несоответствиях, по их мнению, апостольскому служению. И вот что мы читаем. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув вскрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не скажая слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Важный, вот это второй стих четвертой главы. Он говорит о том, в чем же все-таки пытались обвинить апостола Павла. Ну, смотрите. «Отвергнув вскрытные и постыдные дела». То есть обвинялись, что апостол Павел ведет двойную игру. То есть внешне он один, то есть он банально лицемерит. Он декламирует определенные цели и задачи в своей проповеди, в своей миссии, но на самом деле как бы имеет двойное дно, что у него на самом деле какие-то другие цели и задачи, которые не носят такого, скажем так, альтруистического характера, как просто проповедь Евангелия. Нет, то есть он ищет какую-то корысть, и эти дела скрытные. То есть как-то он ведет двойную игру. То есть обманывает коринфян. Это первое, в чем обвиняли апостола Павла. Далее. «Не прибегай к хитрости и не искажай слово Божие». То есть хитрость. Опять же такие. Скрытные и постыдные дела. То есть это какой-то обман. Это несоответствие его слов тому, как он живет, как он действует. Это какие-то, может быть, греховные поступки апостола Павла. Далее. Хитрость. Это как раз-таки вот изворотливость, лживость, какой-то внутренний релятивизм, нравственный релятивизм, абсолютное, тотальное приспособленчество, инфантилизм внутренний, духовный. То есть вот это все хитрость. И в этом тоже обвиняли апостола Павла. И, что самое главное, не искажая слово Божие. Одно из главных обвинений апостола Павла, что он искажает слово Божие. Искажает то, что, по мнению лжебратьев, на самом деле говорил Христос. Они хотели во многом, это очень четко показано в послании к Галатам, они хотели, чтобы христиане, они исполняли ветхозаветные законы и возвращали ветхий завет. Апостол Павел с этим очень четко и ясно боролся, что обрядовую сторону Ветхого Завета мы должны отмести. И из Ветхого Завета в Новый Завет перешло только запрет на вкушение крови. И все, все ветхозаветные предписания на Иерусалимском соборе, остальные не были переведены, скажем так, в Новый Завет. Поэтому вот этим лжебратьям, которым так хотелось сохранить ветхозаветную форму со всеми ее обрядовой стороной, им это не нравилось. И они говорили, что апостол Павел искажает Слово Божие. А Слово Божие это что? Это как раз таки Ветхий Завет, Свитки, потому что Новый Заветный канон еще не сформировался. На момент написания Второго Послания к Оринфинам еще не все Евангелия были написаны. Еще не был написан апокалипсис Иоанна Богослова. То есть канон не сформировался. Поэтому, когда мы говорим про Слово Божие, мы имеем в виду тексты Ветхого Завета. Открывая истину, но что делал апостол Павел? Он не искажал Слово Божие, не прибегал хитрости и не делал никакие скрытые и постыдные дела. Но что он делал? Открывая истину и предоставлял себя, совести всякого человека пред Богом. То есть он был открыт. И в этом смысле он как бы в какой-то степени удивляется коринфинам, что они как-то забыли эту внутреннюю открытость апостола Павла к сердцам других людей и совести других людей. То есть каждый мог без подсказки этих лже-братьев увидеть дела и плоды апостола Павла и его сотрудников. И далее он говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. То есть что это значит? Это значит, что оно закрыто для погибающих, не понимают того, что говорит апостол Павел, и не хотят. Оно закрыто для тех, кто отвергнул уже по сути Христа и действительно погибает. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. То есть он показывает, что для таких людей на самом деле, для лже-братьев, Христос остался чужд. Они говорят, быть может, об Иисусе Христе, но он для них чужд. Они не понимают того, что он сделал, что принес и что даровал людям, верующим в него. Ибо мы не себя проповедуем. Видите, уже апостол Павел немножко в наступление даже переходит. Ибо вот эти лже-братья, они очень много говорили о себе. И даже тот эпизод, когда в одном из посланий апостол Павел говорит о том, что говорит о своем мистическом опыте, он вынужден был говорить о нем только потому, что своим мистическим опытом хвалились вот эти лже-братья. Это было, конечно же, все очень эффектно, очень таинственно и производило должное впечатление на коринфян. Но апостол Павел говорит, мы, в отличие от них, это просто между строк можно читать, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Мы вам служим, проповедуем Господа и служим вам ради того, чтобы вы познали Христа. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть славу Божию мы приобретаем через Иисуса Христа и только через Него. Об этом говорит нам апостол Павел в сегодняшнем отрывке. Назидая нас и говоря нам о том, что все во Христе и через Христа. И вера наша христоцентрична, ибо через веру воскресшего Спасителя, воскресшего Господа Иисуса Христа, мы обретаем спасение. Будем помнить об этом, дорогие братья и сестры, будем молиться. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Господу, когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, я бы взялся в великолепие Твое, при невыше небес.